С днём рождения любимых город. Туапсе отметил свой юбилей 175-летия. Туапсе – место единения нескольких поколений разных национальностей, культур и религий. В этот знаменательный день они вновь собрались на главных улицах города, чтобы поздравить друг друга с их общим праздником. Наталья Садовская продолжит тему. Центральная улица города и Платановая аллея встречают гостей песнями и танцами. Здесь удобно расположился весь спектр развлечений. Народов – дружная семья. Так называется площадка, где горожане становятся зрителями. Для них творческие коллективы города и района исполняют песни, танцы разных народов. Мастерство и вдохновение. Город мастеров. Именно здесь своё творчество гостям праздника дарят художники, ремесленники, фотографы. Самодельные сувениры, игрушки, картины, украшения находят своих ценителей. Заранее к празднику подготовились и библиотеки. В июне они провели фотоконкурс «Посмотри вокруг с любовью» среди детей 6-14 лет. Лучшие снимки с красотами родного края представлены в выставке «Фотоблагодарность любимому городу». На аллее и другие частички библиотечных фондов, подделки, книги об истории Туапсе и краеведческие журналы. Мы воспитываем, начиная с маленьких детишек, с детского садика и, естественно, конечно, начальной школы и так далее, мы воспитываем любовь к своему городу. Наш город, пусть он и маленький, но он имеет очень хорошую историю. Он красивый у нас, уютный, светлый. Мы его очень любим. «Цветная радуга» – площадка, где самых маленьких горожан веселыми играми занимают клоуны. Выступают юные артисты, певцы и танцоры. Дочь Лилия, которая представляет дублесных врачей. Особый сюрприз для всех – конкурс «Парад колясок». Он проходит впервые. Его участники – 16 мам от 3 лет и старше, с детскими колясками, каждая из которых украшена по правилам номинации – национальной, сказочной, фантазийной и техно-стиле. Семья Свистуновых сегодня гномики. Такая задумка пришла в голову папе. Нас много в семье, значит, будем гномами. Семерых не набрали, но четверо есть. У них трое своих ребятишек и помогал им один племянник. Конечно, я думаю, что это первый раз, и поэтому, может быть, не так много участников. А если это все время делать, я думаю, что да. Люди станут посмелее, внимание свое привлекает это все. То, что семьи хорошие, ну, то есть, как бы, вообще, как бы, интересно, да, дети. Все это вместе, конечно, да, пропаганда семьи. Придумали этот конкурс в Управлении по работе с молодежью. Этот проект поддержала и администрация города. Город растет, город живет. Ну, и, конечно же, прирастает. И вот в этот раз мы решили провести такой конкурс. Первый раз в нашем городе проводился сегодня вот такой конкурс. Наши молодые мамы, папы со своими любимыми детьми на своих колясках показали, какие они могут творить чудеса. Все мамы, даже самые юные, получают полезные призы и подарки. Следующий парад колясок планируется на 176-й день рождения города. Поздравляют город все. А именно этим парадом поздравить свой город смогли самые-самые маленькие карапузы. Были такие, которые даже еще не сидят. Но, тем не менее, своим вот присутствием в такой нарядной коляске уже они создали всем прохожим праздничное настроение. И это само по себе дает, ну, как праздник, праздник день города. У сухого фонтана развернулось театрализованное представление в гостях у Нептуна. Порезвиться от души и развеселить своих детей смогли и взрослые. День рождения города Туапсе – это праздник для каждого его жителя и гостя. Для них сегодня организованы всеразличные мероприятия, конкурсы и развлечения. Какое настроение у именинников и что они хотят пожелать родному городу, мы сейчас узнаем. От всей души, от всего сердца всем желаем благополучия, процветания, чтобы у всех была работа, хорошие деньги, чтобы у молодежи была перспектива здесь жить и остаться. Мы хотим пожелать, чтобы всегда была у всех удача и счастье. Ну, чтобы все люди были добрыми людьми, чтобы наш город процветал еще лучше, он и так красивый. Я бы хотела пожелать, чтобы все было хорошо в мире. Поздравить хотим, конечно же, весь город с этим замечательным праздником. 175 лет все-таки – это отличная дата. Всего самого счастливого этому городу. А город этот – это самый дорогой мой. Я с 60-го года здесь. Сегодня праздник очень удался. Мы прошли по всем площадкам, везде побывали вот с моими девочками. И нам очень понравились здесь, где там из висера сделали подделки. Изумительно, молодцы, подготовились чудесно. А вечером на площади Октябрьской революции открылся праздничный концерт с юбилеем Топцы. Своим творчеством гостей радовали артисты района, города и края. Поздравить у апсинцев приехала звезда российской эстрады Олег Газманов. И по традиции в честь родного города был запущен праздничный фейерверк. Наталья Садовская, Денис Гилёв, Владимир Плехов, телеканал Орлёнок ТВ.